Прямой репортаж? Да. Да, прямой репортаж. Спасибо, спасибо. Да, хорошего дня. А вот кто-то присоединяется. Привет, друзья! Здравствуйте! Кто там уже присоединяется? Мы обещали репортаж из Никитского ботанического сада. Мы тут на зарисовке, Зинаида Владимировна. Здесь чудесная красота. Обыкновенная парада тюльпанов. Открытие сегодня парада тюльпанов. Сейчас я пробегусь и покажу вам все. Здравствуйте, Нина, Наталья. Наши всегда первые присоединяются к нам. Здравствуйте, друзья! Нина рисует вот эти красивые деревья. Вот там горы. Посмотрите, красота какая! Спасибо, Нина напишет. Какая красота! Здравствуйте! Надеюсь, что ему это понравится. Здравствуйте! Здравствуйте! Рисуем 10-минутные зарисовки. Можно рисовать графику, можно скетчуп взять. Но мы сегодня взяли акварельные каски для того, чтобы широкими мазками подобрать ту гамму, которая сейчас вот перед нами. необычайно эффектно смотрятся все эти тюльпанчики. Сейчас красноцветное поле. Смотрите, какие они прекрасные. Возвращаемся. Народа очень много. Да, это здорово. Все любуются. Все любуются. Поклонники стоят уже здесь наши. Откуда вы? Башкирия. Вот, с Башкирией. Очень приятно, дорогая. Мне тоже очень приятно, что я попала на ваш праздник. Да, спасибо вам большое. На салон школу расписи. Смешно, родные. Все рисуют у меня. Вот я. Профессию сегодня получаю. Посмотрите, какие красивые тюльпанчики. Я сейчас вам, друзья, пробегусь, покажу, пока Зина беседует там. А мы с вами посмотрим, какие растут тут красивые, разноцветные, разные сорта. Посмотрите, какие. Ах, а какие они душистые. Здесь такой запах. Так много. Никогда не думала, что тюльпаны так пахнут. Давайте покажу вам, какие оригинальные есть. Пишите в комментариях. Если хотите узнать сорт, я сфотографирую, сниму табличку, как называется. Здесь есть таблички. смотрите, вот эти красивые беленькие называются White River Star. Вот она, тюльпан. Он такой. Ольга присоединилась. Ольга, привет! Сейчас еще... Ой, вот там такие красивые... Посмотрите. вот здесь. Ольга, сейчас пойдем вот туда. Сейчас посмотрим. А такие же беленькие. смотрим еще каким сейчас вернусь глина виде покажу вам все несколько красивых тюльпанов а вот там посмотрите какие алые вдалеке как огонь так вот покажу желтые как называется сейчас вернусь наталья только увидела сообщение но это сейчас я пройдусь тогда круга такой сделаю и вам покажу как желтый называется тут мне просто ближе показать вам розовые сначала смотрите вот так розовые называется и еще розовые смотрите какие сказка просто вот отсюда вот а ты ближе на нас подойдет еще 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 покажу как эти туда кабанна называется мы с вами пройдем желтеньким так как тут ближе вот так все вот эти покажу поближе смотрите какие очень красивые необычные в другом конце как лилии зеленые лепестками там туда идти это потом поменяем локацию зинаиды владимировны когда тогда так и желтая а вот я иду к ним и тут не вода не побегусь минуточку вот дошла до желтых а а с другой стороны все понятно я тут уже забуделась вот ником называется ником красивая ну что пойдем тогда зинаиде мы еще поменяешь мне место положение будем другой пейзаж рисовать уже покажет сначала до конца как рисовать тогда вам людмила присоединилась кто присоединился друзья мы находимся никитском ботаническом саду город ялта сегодня открытие парада тюльпанов они уже многие так распустились есть те которые еще не распустившиеся будем менять локацию да сейчас сейчас я просто покажу что сейчас ставьте лайк если интересно пишите друзья сейчас я найду переместиться в другое место мы рисуем другой пейзаж а я пока здесь мой через прайс а какие красивые огонечки взять потому что здесь уже мы приехали в крым пораньше чтобы встречать весну как можно скорее уже не можем дождаться не как приехали кстати это мы ехали четыре с половиной часа сюда от нашего города где мы живем так что у нас там пока тоже тюльпанов нет мы хотели мы завтра же будем рисовать с вами махровые тюльпаны на бесплатном вебинаре друзья и мы хотели купить тюльпанов и показать вам перед вебинаром а оказалось что там где мы сейчас живем крым он еще нет тюльпанов вообще еще они только листики дали то есть там холоднее чем здесь поэтому сегодня сорвались и поехали вот в никитский тонический сад как раз пользуясь тем что сегодня такой вот интересный день не знаю даст ли нам где-то тут купить тюльпанов чтобы вам на вебинаре показать с чего мы будем рисовать а смотрите махровые тоже красивые вот эти бесконечно красивые розовые так что друзья приходите завтра тоже с нами настроение в весеннее настроение создавать рисовать тюльпанчики завтра нашей группе на стене есть под кто еще не записался будем рисовать графики очень простыми приемами карандашами линерами запишитесь приходите завтра вечером на вебинар может нам удастся где-то здесь охапку тюльпанова домой купить городе наверно есть так зинаида уже собралась так сейчас сейчас тогда я не буду тогда прерывать эфир оставайтесь сейчас мы будем немножко тут перемещаться другую локацию да я не поможешь ее закончить дома дома закончить потому что я даже никогда не заканчивать я буду снимать а где наша помощник а у нас помощники вот как нам вас тут не хватает и рисовать вместе с нами да кстати зинаида он приглашал приезжайте я всех приглашаю сейчас и думе здесь иду-иду вижу смотри вот здесь теневая сторона из-под нее яркие тюльпаны видишь и горы все снежные да очень хорошее место хорошо здесь есть чтобы тебе не мешало помогаем что ж друзья оставайтесь наши трансляции мы сейчас будем у нас еще двое с нами поможет только они разбежались вот этой красоты не глаза разбежались они куда-то ходят в сад большой и пошли бродить где-то на все нету никого ой 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 конечно вот эта дорожка нам попадать к нам будет а мы ее как бы игнорируем какую дорожку вот это она как бы сюда же она не надо я рисую вот отсюда а сейчас и без сюда поближе систи значит надо не обязательно посмотреть сюда если мы берем у меня простая ученическая бумага слегка тонированная акварельная обязательно мы не путаем ее стороной она напоминает нам вот яичную шкурлуку да видно да и здесь почему я выбрала потому что во первых спереди у нас здесь ветка очень красиво на теневая а дальше у нас более яркий тюльпан они просто будут гореть надо помнить о том что лепешку тюльпанов обязательно нужно оставлять место под зелень зелень очень тяжело рисовать поэтому лучше всего в травянистую зелень добавлять оранжевый цвет приглушать его и тогда он даст нам очень красивую базу можно сделать охрой землю вот здесь охра с фиолетовым вы видите земля у нас здесь он здесь у нас какие-то перегной да вот эти веточки да и на заднем плане мы видим мы уже не не захватываем большие деревья мы смотрим горы заснеженные лепешечку деревьев и там за си вот и вот здесь вот теневая сторона называется это ширма у художника зашло то ширма здесь у нас цветы у нас здесь цветы белые сиреневые и красные то есть они у нас здесь лепешка холодная а зелень должна быть теплой и с фиолетовой коричневой ноткой вот сейчас я это и буду делать значит значит мы выбираем обязательно что мы смотрим где у нас тюльпаны мы высоко не поднимаем линию горизонта вот найти лиги горизонта самое важно а теперь смотрите если я возьму поделю наш лиц пополам нас композиция будет какая плавающая да танечка вы знаете да у нас естественно больше воздуха смотрим смотрим видите вот мы видим уже перешли на одну треть на одну треть но тюльпан это низкий тюльпаны у нас будет на 1 4 части и здесь мы можем дать по дуге небольшой видно да вот дуга вот значит здесь у нас с этой стороны у нас с вами у меня здесь будет ветка которая будет находиться но она должна не доходить до середины нашего листа находим середину листа чуть-чуть в сторону и вот у нас будет вот так ветка вот мы ее вот так и и нарисуем туда у нас идут деревья вот значит тюльпаны у нас находится в этой части мы немножко их приближаем то что художники они могут близко далеко сами делать и вот здесь мы делаем вот такую вещь о чем я вам сказала вот это будет стволы понятно а вот это сами тюльпаны значит здесь у нас будет еще одна лепешка тюльпанов здесь здесь белые тюльпаны вот вот это будет земля этот скат который мы видим мы его не рисуем не надо что мы видим за мы видим здесь кусочек гор вот так горы видно да мы можем их более интересно сделать потом мы видим вот такую размашистую даже не знаю елка не елка я думала что это обрезано но похоже это просто такое дерево красиво потом мы можем нарисовать ажурное дерево сверху вот это дерево видно да вот а здесь у нас уже просто плоскость за которые дери вот эти вот деревья ширма так вот ширму рисуется первую очередь ширма вот теперь мы будем рисовать уже в цвете я буду использовать и работу с по сырую по сыром и по сухому так как у меня очень быстрый он должен занять минут десять-пятнадцать сейчас я повыше поставлю красочки может поставить а так если я подержать доску с ней красками нет не нагибаться я могу удержать на доске не надо не надо она будет шевелиться не нужно все значит можно конечно рисовать и лимером и акварелью я сейчас вот эту работу большой сделаю а потом мы перейдем в тюльпану который вблизи мы выберем я уже подобрала мне свои есть любимчики я нарисую вблизи на формате листа а 5 тюльпан с лимером и акварелью хорошо хорошо отлично у меня кстати есть такой короб куда можно складывать кисти краски ходить на маль ну типа мольберта походного но так как я везла мастерскую у меня он никуда не поместился сожалению тоже дом 2 мольберта доходные да поход но везти их очень тяжело везти вот вот как надо будет как-то да вот без них я очень страдаю но я надеюсь что кто-то поедет и привезет не этот короб меня уже вот помощник в июле приедет я думаю если он поедет через лугу я ему соберу там себе такую посылку опять же как говорится нет чтобы собрать то что из вещей мы о коробе говорим значит значит серый цвет серый цвет под черный потом сиреневый мы кладем да да лимонный этот цвет небо вот посмотрите конечно нам не обойтись без синего синего у нас несколько оттенков и фиолетовый опять у меня здесь два фиолетовый середины теперь смотрите я беру лимонный и серый цвет для чего потому что мне надо показать вот такую солнечную погоду с вами видите то есть без и вот таким образом я делаю очень широко потом беру голубой цвет серым смешиваю и добавляю еще делать нужно от начала до конца много не надо вот посмотрите у нас же очень светлое небо видите потеки у нас потом видите вот как . идет вот и все посмотрите так работает акварель никогда не берите в акварели чисто голубой цвет для неба особенно если солнечный солнечный день обязательно добавляйте лимонный и черный а дальше мы с вами будем рисовать уже горы горы у нас конечно синие но мы обязательно приглушаем коричневым цветом и получается коричневый синий цвет и голубой сначала мы делаем вот такой цвет подложки мы насквозь рисуем потому что мы же не знаем где у нас просвечивать потом ее возьму уже кисточку другого уже более узкого формата и вот сюда добавлю как раз вот тот голубой посмотрите вот он цвет у меня гор даже вот этот можно даже где-то чистым добавить то есть когда вы добавляете что-то уже чистым тогда у вас очень красиво все получается по по уже такому темно ну как серому фону да вот так смотрите все посмотрите больше не надо сильнее не надо это давать дальше мы будем брать уже вот эту стену которая за веткой нам надо ее быстрее дать поэтому я возьму травянистую зелень и сделаю ее с кадмии желтый темный и вот смотрите вот вы видите вот там куст вот а вот я по нему вот так ориентируюсь посмотрите мне надо закрасить вот этот куст нельзя в полную силу вот это закрашивать дальше на ширма идет более темная поэтому мы сюда добавим в темную добавим фиолетовый цвет не зеленый а фиолетовый потому что у нас там дальше идут кипарисы да вот они вот они это ширма все мы ее наполнили дальше у нас здесь есть дерево вот это мы этим же цветом делаем подложку под дерево не нужно много добавлять цвета ведь у меня еще сырая сырая история поэтому я делаю вот таким образом смотрите здесь у меня же дерево да и его так вот растягиваю посмотрите танец становится видно как интересно вот рядом зеленый такой цвет уже более насыщенный более травяной но мы его смешиваем с охрой для чего потому что этот цвет очень сильно здесь темным пятном является и мы его вот таким образом сначала делаем светлые части представьте что это светлая часть вот он такой мы его рисовали вот он зелень да а потом берем синий зеленый цвет синий зеленый и добавляем и делаем уже теневые части си на полную мощность не играем вот так вот задний наш кустарник уже есть вот он вот этот как хвойник да он такой приземистый он приземистый так вот он нас пошел вот он вот а теперь мы переходим уже на переднюю нашу ветку ветка у нас уже имеет такой цвет насыщенный так вот она у нас веточка теневая мы сначала набираем слегка ее потому что да вот она вот она висит мы ее слегка и тоже и этим же цветом добавляем стволы деревьев ни в коем случае не рисуете стволы очень темно и посмотрите внимательно сравните с зеленью когда зелень до зелень а например вдалеке вы увидите что теневая намного темнее чем ствол дерева поэтому основная ошибка это когда рисуется зелень ствол дерева очень темно а мы это ошибку избегаем вот таким образом добавляем мы такие оттенки светлые да потом когда у нас будет работа на завершение уже дома мы можем проработать листочки мы можем дать посмотрите здесь какие интересные свечечки да вот вот такие мы немножко пятнышками дадим вот так вот она дерево вот и все больше мы не добавляем мы свою лепту внесли вот теперь мы переходим к тому месту где у нас тюльпаны там где у нас самый цвет тюльпанов мы водичкой убираем так убираем вот эту вот оставляем чистое пятнышко но потом она же здесь еще надо смочить потому что уже пока я объясняла все выслал так и теперь будем рисовать тюльпаны стараемся а когда рисуем то мы стараемся делать очень нежными оттенками стараемся палитру покажу розовенький цвет и вот такой розовый алый цвет вот мы можем где-то добавить немножко яркого цвета совсем надо чуть-чуть почему потому что красочка растекается да смотрите чуть-чуть мы добавили и все дальше у нас идет фиолетовый оттеночек лилововый вот такой цвет цвет пошел сюда есть да полоса видна белая там ничего есть какая-то а потом еще даже белая полоса хорошо вот белая полоса у меня к сожалению белого хотя и можно пользоваться здесь здесь можно пользоваться белилами вот там вдалеке видно да очень много оранжевые там есть оранжевые красные пятна такие розовые это вот те дальние желтые тоже видны там ха просылочка есть вот мы это при желтой другую сторону нет желтым уже не дотянем здесь грязновато у меня вышло я смою что страшно вот и все все значит у нас здесь будет такой цвет вот такой свеженький теперь мы рисуем здесь зеленый цвет мы берем охру зеленому нам нужно дать нам надо зеленый охру дать можно взять такой болотный цвет а пока дать вот как они на высоту тюльпаны растут вот они видно а здесь нету а дальше у нас уже будет дорога мы завершаем дорогу делаем так черный фиолетовый или сиреневый и коричневый все вот эта дорога которая у нас светлая вот это вот вот она смотри насыпочка такая насыпочка видна она у нас прекрасно здесь видна у нас здесь видны что у нас тени есть тени на дорожках есть вот мы дали вторым слоем я покрывать не буду потому что моя задача стоит и вот здесь немножко добавить сейчас покажу вам такой приемчик секундочку наберу и дам немножко ага да они такие вот вот на веточках да вот и где то они есть вот так вот чуть-чуть все больше стараемся не рисовать почему потому что мы можем уйти и и очарование это исчезнет вот это вот яркость вот это вот красота тюльпанных вот таких вот вот они вот они красиво да чуть-чуть даю поярче то есть это последний штрих когда мы добавляем чуть-чуть такой цвет вот таким образом мы завершим нашу вот эту историю можно немножко чуть-чуть поярче и вот таким образом мы сейчас передвинемся уже на другую локацию а здесь потом будете тонко лист дорабатывать что-то конечно мы будем делать когда высохнет уже дома тонкой кисточкой вырабатывать мы потом покажем тогда результат хорошо как результат мы покажем но стараемся накладывать тени очень нежно все работает вот делается повторно если делает очень нежно не надо никаких ярких оттенков потому что цвет должен быть цветоноским зелененька вот и все вот такая вот картинка ой не падает все так я не прерываю сейчас у меня батареи еще хватит сейчас перейдем будем рисовать уже график что-то что-то не стоит вот вот в вот 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 Продолжение следует...